Эх, отведу я ка яичек домашних, куриных, своих, собственно выращенных перед дорожкой. В общем, друзья, всех приветствую, мы с вами сегодня заканчиваем карту Сосновка для фермер-сигнатора 2015. В общем, друзья, наконец-то настало то время, тот час, когда мы завершаем нацплей Сосновки. В общем, давайте сейчас пособираем немножко яичек, съездим их продадим. Да, давно я сюда не заглядывал, а яиц достаточно много. В общем, планы на сегодня продать яйца, провести инвентаризацию техники и, в принципе, всё. Вот. Также вы уже, наверное, обратили внимание, что у нас почти 300 тысяч. Так, что у нас почти с вами 300 тысяч, я продал, в общем, я, друзья, продал ячмень, пшеницу, картофель. Короче, я всё продал, на этом я заработал деньги. И щепут уже и продал. Так, что-то вроде яиц не оставлю. Давайте съездим, продадим яйца. Вот, и проведём инвентаризацию техники. Вот, также, друзья, именно вы, да, именно вы будете продолжать развивать этот колхоз. Всё будет в ваших руках. Так, или же всё продать и развалить колхоз, к чёртовой матери, и уехать на Малибу. Или же продолжать работать, покупать поля, новую технику и развиваться дальше. Всё будет в ваших руках. Так как сохранение я оставлю. Так, 323. Хорошо. Хорошо. Ну, а сейчас же поехали на бригаду. Вот, поехали на бригаду. Сейчас посмотрим. На технику. Вот, возможно, даже расскажу историю про эту технику. Вот, короче говоря, сейчас всё, друзья, увидите. Вот, также купил я вот такую машину, на которой буду уезжать с Сосновки. Вот, провели мы на Сосновке достаточно много времени, я вам скажу. Это был очень затяжной такой вот сплей. Вот. Три года. Три года мы с вами работали на Сосновке. Мне кажется, мы ни на одной карте так долго не задерживались, как на Сосновке. Вот, естественно, мы эту карту особо так и не бросаем. Нет, как мы её заканчиваем, да. Но если мы по ней соскучимся, то мы всегда сможем сюда вернуться. Так, вот она наша техника. Вот она. Ну что ж, друзья, пожалуй, начну с тракторов. МТЗ. Наш самый первый модовский трактор. МТЗ. Трактор хорош. Вот. Но, к сожалению, у него проблема с... Так сказать, кабиной. Так как на скорости идут выхлопные газы в кабину. Короче, герметика кабины. Уже всё. Закончилось. Вот. Так, в основном МТЗ хорош. Тягает всё, почти всё навесное оборудование. Даже вот эту дисковую уборную тягает. Вот. Так что трактор хорош. Советую. Зетер Майор. Зетер Майор в 80-е. Трактор быстрый, хороший, красивый, манёвренный. Но, к сожалению, он не годится для серьёзных работ. Такие как дисковка, да, там, пахота. Он... у него очень мало лошадиных сил. Даже если мы сейчас посмотрим, то... 75 лошадок. Кстати, это очень мало. Он даже не может дисковую уборную стандартную потянуть. О чём уже говорить. Вот. Трактор годится только, чтобы возить в поле обед. Вот. Единственное, с чем он сработался хорошо с Бруксом. Но про это мы попозже поговорим. Зетер Кристал. Трактор хорошо себя зарекомендовал. Очень... Да, он медленный. Но он очень мощный. У него 130 лошадиных сил. 121 лошадка у него. Тягает всё. Плугие. Дисковые бороны, сеялки. То есть, абсолютно со всем навесным оборудованием данный трактор справляется. Вот. Ему не таран. И наш, пожалуй, такой вот трактор. Это ХТЗ Т-150. Тоже неплохой трактор. Мне он нравится. Тягает большие прицепы. Вот такой вот ПТС-12 тягает. Дисковую борону, плуги, селки. Короче говоря, работает на нём только в своё удовольствие. Вот. Ну и, естественно, мы ещё прикупим с вами К-700. Вот. Дальше. Давайте мы к комбайну переходим. Перейдём к комбайну. Значит, Акрос 595+, Растельмаш. Хороший комбайн. Мне нравится. У него объём бункера 7,5 тонн, да? А, 9 тонн у него объём бункера. Вот. Жатка по дефолту шла к нему 7-метровая. Пауэрстрин 700. Мы продали Пауэрстрин 700 с жатку. И купили Пауэрстрин 900. Она 9-метровка, если не ошибаюсь. Трактор работает на всех зерновых культурах. Ой, трактор, комбайн, извиняюсь. Вот. Хороший агрегат, мне нравится. Немка. Вот. Немка. Ну, про этот комбайн даже и сказать нечего. Вот. Тоже хороший комбайн, но всё же никому вам не посоветую, так как для работы с силосом на больших полях, так как у нас с вами 23-й, 25-й, ну, мы потом с вами проедимся по полям. Вот. И на нашей взлётно-посадочной полосе на этом комбайне очень долго работать. У меня заняло убрать полностью нашу взлётно-посадочную полосу на этом комбайне на силос 7-10 часов реального времени. Без перерыва. Переходим к картофелеуборочным и к свеклоуборочным комбайнам. РКС-4. Да, тоже. Трактор, комбайн, ну, даже назвать тяжело, так как видите, наверху у него кабина от МТЗ. Вот. Короче, картофельный комбайн. Вот. У него ширина 2 метра, да, если нет, может даже быть и меньше. Извиняюсь. Ширина не указана. Ну, я так полагаю, 2 или 1,5 метра. Вот. Комбайн. Вместимость булькера у него 2 тонны. Тоже достаточно специфический комбайн. И с вот таким ещё звуком. Хороший звук у него. Вот. Прям. Вот. Честно вам скажу, я более 2 часов на нём не выдерживаю. Вот. Вы же можете эти 2 комбайна продать и купить более современные. Вот. То же самое и про РКС свеклоуборочный комбайн. Всё то же самое. 2,5 метра, только для свеклы. Вот. Бункер тоже 2 тонны, так что... Переходим к грузовикам. Зил. Вот. Зил, или как его ещё называют... Немножко подзабыл уже, какая у нас тут техника. Захар. Вот. Зил Захар. В общем, тоже себя очень хорошо зарекомендовал. Быстрый, манёвренный. Ну, как манёвренный. Повернуть на нём достаточно сложно, я так скажу, на скорости. Вот. Но для начала он относительно и недорогой. Если мы заглянем с вами в категорию модификаций, грузовики, то, видим, наш Захарчик стоит полторы тысячи. 100 лошадиных стил. То есть, ну, я считаю, это прям очень выгодное приложение. Вот. И к нему можно подцепить ещё и дефолтный прицеп, если я не ошибаюсь. Далее. Наш КАМАЗ. КАМАЗ мы этот купили по ошибке. Вот. Так что он нам достался по ошибке. Вот. Я хотел другой КАМАЗ. Вот. Точнее, я хотел посмотреть другой КАМАЗ, но в итоге купил вот такой. Вот. Что могу сказать про этот КАМАЗ? КАМАЗ достаточно быстрый, хорош... Так, секунду. КАМАЗ достаточно быстрый, хороший, 18 тонн он перевозит. Вот. Зараз, то есть, без прицепа 18 тонн он перевозит. Вот такой вот КАМАЗик. Прицеп я отдельно к нему покупал. Это зерновоз, а это совок. В общем, тоже хорошая техника. Мне понравилось, и продавать я его не собираю. Переходим к навесному и прицепному оборудованию. Ну, давайте, пожалуй, начнём с ТЕРО. ТЕРО, как в Эрланд, вместимость у нас 700 литров, то есть 700 килограмм. Она идёт вместе с DLC Gold. То же самое у нас с такой же фирмой КВЭрланд и удобрялка. Ширина 12 метров, тоже идёт с DLC Gold, как и техника. С ДЕТОРы, АКРОСы и вот этот вот прицеп. Переходим к навесному оборудованию. В общем, конверные ленты. У меня они две штуки одинаковые. Очень хорошо себя зарекомендовали. Работают на стилосе, щепе, зерновых. Короче говоря, очень хорошие конверные ленты. Мне они очень понравились. Также я с помощью этой конверной ленты продавал силос. Вот. Вы, наверное, уже видели на канале, как я это делаю. Если что, посмотрите. Брукс. Бруксу нет просто цены. Брукс, конечно, мне кажется, самая лучшая техника для щепы. Для заготовки щепы. Вот. Кто-то там говорил, что вот, это читерно, туда-сюда. Чтобы понимали, мы с одного топоря получали полный вот такой прицеп. Этот прицеп Трипитон. Я даже заморочился. Купил дефолтную щепозаготовку. Вот. Вот эту купил фигню на другой сохранке. Пил тополь и грузил. Вот. У меня ушло два с половиной часа, чтобы загрузить тополь весь. Ну, три тополя. И у меня получилось с одного тополя тоже 30 тонн. Этого прицепа. Так что нифига, этот Брукс замечательный. Не корчеватель. Ну, тут стандарт. Про него рассказывать нечего. Дисковая барона. Кверли. Идет вместе с DILC Gold, как и вот эти два трактора зетерские. Трина дисковой бароны у нас составляет 3 метра. Требмощность 90 лошадиных сил. Ну, то есть, вполне наш вот этот дитер тягает кристалл, который тягает эту дисковую барону только в путь. Дисковая барона BDT. Вот. Синиметровка. В общем, хороший аппарат. Тоже тягает наш C-150 эту дисковую барону и этот дитер. Тягают они 10 км в час. Плуг, который мы тоже купили по ошибке. Вот такой вот плуг. Вот. Я не помню, на сколько он метров. А... 150 лошадок, 2,5 метра. Вот такой вот плуг. 6-ти корпусной. Вот. То есть, если так посчитать, 12-ти корпусной. Плуг, так как с одной стороны 6 и с другой тоже 6. Вот. Плугом хорошо распахивать поля, объединять их. В общем, хорошая техника. Вот. Плуг, кстати, фирмы Amazon. Далее. Сеялка. Вот эта сеялка. Я фирмы её не помню. Давайте сейчас глянем. Сеялки. Сеялки у нас так. TSL-8M. TSL-8M. Вот. В общем, тоже хорошая сеялка. Она очень круто раскладывается. То есть, вот здесь она по центру, вот видите. Она как бы разворачивается. Да. Она не как дефолтные сеялки. Она как-то особенная. Вот. В общем, хорошая сеялка. Сеет траву. Сеет зерновые. Также, насколько я знаю, тоже кукурузу, наверное, она сеет. Я не знаю, не пробовал. Вот. Короче, тоже хороший аппарат. Подходит для села. Вот. Для больших масштабов. И сеялка. Червона зирка. Мы её купили. Она у нас для кукурузы. И... И... И чего? Да мы её, походу, под кукурузу и покупали. А! Для кукурузы и свеклы, что ли? Давайте посмотрим, что это сеялка у нас. Сеет червона зирка. Она у нас сеет, да, кукуруза и свекла. Вот. Требовательная... Требовательная мощность у нас 68 лошадок. Ширина 5,4 метра. С этой сеялкой хорошо справляется наш трактор. Вот этот вот, МТЗ. Вот он прямо её тягает. Не фиг делать. Как будто сзади ничего нет. Ну и, естественно, вот эта сеялка картофеля сажалка. Она, так сказать, куплена багом. Дело в том, что мы использовали тогда мод на аренду техники. И я, когда удалял мод на аренду техники, забыл вернуть назад вот эту сеялку. Вот. И я удалил мод на аренду техники. Захожу, а сеялка у меня осталась в собственности, как бы. Она моя. Вот, по сути. То есть, вот она у нас. Картошка. 6 метров. То есть, вот она. Соответственно, продавать я её не стал. Так как, зачем? Вот. Ну, вот так она у нас, как бы, случайным образом нам досталась. Ну и КДН, да. КДН-210. Косилка. Мы её ни разу не пользовались. Но я даже не знаю, зачем мы её купили. Вот. Вы, если захотите, её продадите. Вот. Она, в принципе, недорого стоит. Её за сколько можно толкнуть? За 2000. То есть, вполне. Такая косилка. Я её ни разу не косил. Ну и переходим мы, наконец-таки, к жаткам. У нас здесь, друзья, кукурузная жатка для нашего Агроса 595+. Вот она. Она у нас, варена данной жатки, у нас составляет... 5,7 метра. 5,7 метра. Вот такая жатка. Растельмаш. Аргус 870. Ну и вот она, наша обновлённая жатка. 9-ти метровка. Пауэрстрим 900. Вот она. Жатка. 9 метров. Подходит для Торн 860. Но и для нашего Агроса тоже. Вот. Ну и вот она, жатка для Силоса, для кукурузы, для нашей Нинки. Вот она. Ширина её составляет примерно... Сколько? 3 метра? А, даже 2,8 метра. Вот. Ну и мы, друзья, добрались с вами до прицепа. Прицепом давайте, наверное. Вот он, наш первый прицеп. Он входит вместе с Дилоси Голд Эдишн. Фарм Тэч. Прицеп. Собственно говоря, его вместимость у нас... Скажу. 15 тонн. Перевозит он всё. В том числе и щит. ПТС-12. Его объём изначально был 15 тонн тоже. Но мы прописали. Так как вот такой большой прицеп, а 15 тонн всего. Так как мы прописали ему 30 тонн. Вот. В общем, стоит он вообще копейки. Вы можете хоть 10 таких прицепов купить. Вот. 1 евро. Насколько смешно. В общем, он не грузит щепу. В основном он грузит все культуры. Щепу он не грузит. И Северс тоже. Далее. Наш подборщик. Вместимость его 40 чем-то тонн. Да, 47 тонн вместимость. Рабочая ширина 2,5 метра. Подбирает он всё. Солому, Силос. Насколько я знаю, он подбирает. Короче говоря, ему цены нет. Так. Ну и всё, друзья. Теперь давайте мы пройдёмся по полям. Пройдёмся. Сколько? 20 минут. Пройдёт видео. Я думаю, мы успеем проехать по нашим полям. Так, значит, наше 19-е поле. 19-е и 14-е поля у нас идут по дефолту. То есть, с началом карьеры. Вот такие они поля. А, давайте мы же ещё, друзья, к коровкам. К коровам с вами поедем. Посмотрим. У нас, друзья, также есть коровник. Вот. У нас, сейчас скажу, сколько голов коров. У нас 5 голов коров. И у нас 100 курей. Вот они жуют. Коровки наши жуют. Довольные, довольное мычание. Вот. Также у нас, видите, уже ясновоз и тюки. Тюки для моносмеси. Вот они. Если что, вот они, друзья, тюки для моносмеси. Можно будет заготовить. Так, хорошо, поехали теперь, наконец-то, к нашим полям. Поехали к нашим полям. Посмотрим. Ух ты ж, там донесли. Ну, пожалуй, давайте мы съедем к нашей взлётно-посадочной полосе. А, нет, давайте мы ещё посмотрим с вами 15-е и 20-е поля, раз мы их не проезжать. В общем, друзья, 15-е и 20-е поля. Они объединены. Вот, видите, вот это вот, где дорога. Вот. Вот здесь проходила дорога. Я решил, так сказать, эту дорогу запахать. То есть, таким образом объединить эти поля и сделать их одним большим полем. Так, ну и теперь давайте поехали на нашу взлётно-посадочную полосу. Конечно, да. Я вам рассказываю, какая техника у вас есть, будет точнее. Вот. Ну и будем подводить итоги. Итоги нашего прохождения на этой карте. Хутор. Въезжаем в силу Хутор. В общем, вот, друзья, наша взлётно-посадочная полоса. Ух ты. Она же так может. Да ладно. Круто. В общем, вот она наша взлётно-посадочная полоса. Чтобы вы понимали, у нас поля эти все объединены. 6-е, 12-е, 16-е, 21-е, 26-е и 29-е поля у нас объединены. Плюс они у нас расширены вот сюда, аж до сюда. Вот здесь раньше шла дорога. Вот тут шла дорога. Я эту дорогу запахал. И, собственно говоря, таким образом поле я расширил. Плюс я немножко постарался здесь расширить поле. Вот тут вот. Или нет? Я, походу, здесь ничего не делал. В общем, давайте проверимся. Нашать в этом постаточной полосе. Я, на самом деле, не знаю, что здесь гектара, а здесь дофига реально. Сейчас как раз и узрим. Мы едем с вами 70 км в час. Вот оно. 90 км в час мы едем, и до сих пор мы на этом поле не можем его никак проехать. Здесь у нас объединено поле с 29. Здесь оно ещё больше становится. Вот. Эти все поля я объединил. То есть они были разделены. И вот здесь заканчивается наше, друзья, поле. Ну и давайте поедем вот сюда. Вот. Давайте здесь дрипта. Немножко дрипта было. Ну и видите, я здесь расширил вот сюда аж поле. То есть вот оно. Прямо до текстуры. Нормальная прибавочка. Я думаю, гектар 6 мы к этому полю прибавим. Так, ну и давайте ехать, ездить по остальным, друзья, полям. Поехали по остальным полям. Так, а поедем мы к 25-му нашему полю. Так, вот оно, друзья, 28-ое поле. В принципе, давайте мы его тоже сейчас купим. У нас деньги есть. У нас деньги есть. 107 тысяч. Купаем. Вот. В общем, друзья, смотрите. Вот эти три поля я планировал объединить. Но вы теперь этим займетесь. Вы и займетесь этим всем делом. Вот тут деревья немножко попиляете, да, вот топори. И объедините 23-е, 25-е и 28-е поля. Вот именно поля. Вот. Огромные поля, конечно. Тут я представляю, какое будет поле. Прямо огромное. Так, ВБС же записывает. А то я там не воздух, говорит. Ну вот, друзья, и все. Мы проехались по всем полям, которые у нас есть. Далее, друзья, давайте посмотрим, что у нас по кредиту. Кредит мы, друзья, полностью с вами весь уплатили. То есть у нас 0. Это самое главное, что у нас кредита нет. Давайте посмотрим теперь по запасам. У нас есть 12 тонн пшеницы, 14 тонн ничменя, 11 тонн кукурузы, 26 тонн картофеля, щипы 0. Так, ну это все. Ну и в принципе все. Ну что, друзья, я, наверное, буду на этом прощаться. Будет, в принципе, с картой с сосновкой. Будет с вами и будет. А мы еще нам едем. Ну что делать сейчас? Ну как еще? В основном уехать. Уехать с сосновки. Давайте сбегаем на наш мостик. Любимый. Вот и наш мостик. А, давайте проедемся, друзья, сюда. Вот, проедемся туда. Посмотрим. Мы же там перелез, да? Вот, у меня была такая, друзья, не знаю, цель, не цель, но мечта купить все поля и затеять их лес. Вот, естественно, мы эту мечту теперь будем в 2022 ферме осуществлять, но я думаю, что вы мою мечту здесь сделаете, осуществите. В общем, вот он. Рез был. Мы его интенсивно так тут рубали, пилили, и, видимо, пильки пооставались даже. Вот, даже пильки пооставались. Вот, к сожалению, я этот лес не засеивал, но у меня тогда полетела сохранка, и он просто пропал. И мы труды пропали. Так, хорошо. Красивый крючок, внимательно. Ну вот, друзья, и все. Привет. Давайте прощаться с нашей техникой. Вот, и будем уезжать. Вот так как понедельник, выходит новая велосипедия 2022 фермера, и... Ух ты ж. У нас занесло. Давайте прощаться с сосновкой нашей. Вот, естественно, мы здесь будем когда-то работать и играть, да? Успеем проскочить? Успеем. Так, ну, все, в принципе. Вот, я вам показал, рассказал, друзья, о технике, что у нас есть, чего у нас нет. Кстати, я дам это не говорил. Вот, но я думаю, вы сами решите, что покупать, что не покупать. Сейв и моды будут в описании. Модов 4 гигабайта или 5. И сохранение тоже будет. Все будет на гугл диске. Все, друзья, в ваших руках. Развалить колхоз к чертовой матери и уехать на Малибу, или же развивать колхоз, покупать новые поля, новую технику и осуществить мою мечту. Осуществить мою мечту, купить все поля и засадить их лесом. Вот, это достаточно сложная цель, я вам скажу. Вот, а мы с вами будем езжать. Прощайте, мои коровки. У вас позаботятся другие уже люди. Все, поехали. Поехали мы на поезд. С магазином тоже попрощаемся, с лесом. Короче говоря, друзья, если что, сюда мы вернемся. Обязательно у нас возможность будет. Сохранку я удалять не буду. ПК, то есть это заготовое. Весь тут труп, который я делал. Вот, возможно, мы когда-то вернемся. В Ноку. Если так сильно проехать, по ней соскучимся, вот, возможно, даже начнем у него с сана. Посмотрим. Транспортная компания. Так, сюда нам, что ли? Да, друзья, нам сюда. Да? Да, нам сюда. Ожидаем поезд. Я чем-нибудь пронежу. Будем же, друзья, остановку. Давайте сейчас развернемся. Слушайте, друзья, машину я вам оставляю. Вот, чтобы, чтобы вы знали, машина будет находиться вот здесь. Вот, ключи, ключи будут вот здесь вот. Так, ну все. Прощай, мои жигули. Прощай, сосновка. Конечно, не хочу езжать, друзья, но что поделать. Ну что, друзья, жду поезд и... Ой, выпало ж. Жду поезд, где-то он сейчас там должен проезжать, но что-то его не видно. В общем, друзья, не буду вас задерживать. Приезжайте, жду вас. Вот, вас также встретит Сидорович здесь и Баба Майя. На этом, друзья, все. Всем удачи. Встретимся на следующих картах, в следующих играх. На этом все. Всем огромное спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока. До новых встреч. А я пока подожду поезд и отправлюсь в Зеленовку. Все, друзья, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok